Ну, начну, разумеется, с прямой линии президента, с его общением, общение со страной. Поскольку это уже 15-й раз, в этом есть элемент уже такой политической традиции, если хотите. Тем более, я, например, свидетель всех этих 15 линий, и они начинались, вы помните, совершенно в другое время, и сам по себе формат этот был удивителен. Выходит президент, без всякой бумажки, напрямую общается с людьми, самыми разными людьми. Вот, например, на прошлой, если я ошибаюсь, как раз на прошлой, один из первых вопросов встает украинский журналист, и не стесняясь в выражениях, не стесняясь в выражениях, задает вопрос в лоб президенту, буквально обвиняя его в агрессии против соседнего государства. Крым, Донбасс, война, российские войска. И с этого начинается диалог. И тут же вопрос, это подстроено, это вот так специально сделали, его научили так говорить, этого человека. И слова эти ему написали, такие жесткие, нелицеприятные. Или там потом Ксения Собчак встает, и Путин шутит, говорит, зачем вы дали ей слово. Да, понятно, в шутку, но тем не менее. И она, опять же, достаточно жестко общается с президентом. Это я к чему? За 15 лет мы немножко просто привыкли к тому, что вот у нас такой президент, который 4 часа сидит перед камерами, ему задают вопросы, и даже трудно, вот постановочную часть, она, конечно, есть, потому что там же записывали сюжеты телевизионные, и говорит, вот Владимир Владимирович, сейчас вот с вами будет говорить Апатиты, да? Сюжет-то записан. Те, кто снимал эту девушку с 4 стадии рака, они-то этот сюжет уже знали, они его предложили для президента. Может быть, даже президент знал, что понятно, что он не смотрел этот сюжет. Но, наверное, ему сказали, там будет сюжет из Апатита с очень таким болезненным вопросом. Имейте в виду, Владимир Владимирович. То есть я допускаю, что такое возможно. Я чего не допускаю? Я не допускаю вот такой тотальной режиссуры. Это невозможно. А потом еще один момент насчет режиссуры. А вот что не спросили у президента такого, чего-то вы сидите у экрана и думаете, вот тут-то бы, наверное, он бы не ответил. Вот тут-то он, наверное, бы ушел от вопроса. Вот сейчас мы его... А что? Пенсии, зарплаты низкие. Значит, это разваливающееся жилье, эти свалки. Значит, больницу, которую закрыли. Что есть такое опасное? Какая тема? Тут тебе и Поклонская с этим, с фильмом. Тут тебе и митинги 12 июня, о которых говорились. Ну вот, видишь же спектр тем, которые волнуют страну? Он был представлен. Кто-то подсчитал. 70 вопросов, по-моему, да? То, что ответил Путин. А всего 2 миллиона 600. Ну, 70 вопросов – это то, что ответил. Мне кажется, что главная специфика этой последней встречи была не в том, как это было по содержанию. То есть, как отвечал Путин, в какой он форме, какие были вопросы. Кстати, личный вопрос тоже всегда задавались. В прошлый раз задавались про развод там или про собирается ли он снова жениться. В этот раз вот говорили про внуков. Он вспомнил сам про отца, про его болезнь. Тоже был такой сюжет, ну, точно не срежиссированный. Мне кажется, специфика была вот в чем. Эта встреча со страной, пожалуй, в очередной раз в очень критический момент. Вот 2001 год, когда он встречался первый раз, полная разруха, война в стране. Значит, экономика неизвестна где. Ну, просто все кошмарно. И он только начал. Сегодня, казалось бы, президент, у которого рейтинг по разным оценкам, по разным. И нашим, и не нашим, и пропрокремлевским этим самым соцслужбам, и не пропрокремлевским за 80%. Это называют крымским консенсусом. Вот вокруг Путина страна сплотилась, потому что была эта история крымская. Мы сказали, Россия есть на политической карте мира. Вот мы такие. И Крым не отдадим, Крым наш. И страна, оказывается, это восприняла как вообще совершенно новую конструкцию, если хотите, психологическую. Слушайте, мы вдруг вспомнили, что мы великая держава. И что мы есть на политической карте мира. И что мы умеем, оказывается, защищать свои интересы. И мы не боимся конфликта, когда мы защищаем свои интересы. Чего мы не делали многие годы тому назад. И вот возник этот крымский консенсус. Но ведь понятно каждому, что это не может быть вечно. Больше того, я как человек, который этим занимался, когда работал в администрации президента, могу сказать, что рейтинги Путина были и 57%. На фоне сегодняшних 86%. Лак-то аж 30 пунктов, да? Ну, по-всякому, рейтинг, он меняется. То есть, я хочу сказать, что это не навсегда. И вот теперь соедините все вместе. С одной стороны, вот этот крымский консенсус и высочайший уровень доверия президента. С другой стороны, по разным оценкам, уровень доверия к президенту и уровень доверия к региональным лидерам различается примерно на 40 пунктов. В пополам. И это было видно вчера, во время этого диалога. Потому что все вопросы были какие. Вы там, Владимир Владимирович, вот это делаете и говорите. А вот что у нас творится. Посмотрите, да? Вот вам апатиты с закрытыми школами. Вот вам свалки. Вот вам разваливающиеся бараки. Хотя есть программа переселения из аварийного жилья. И так далее, и так далее. Второе. Давайте честно. Мы так никогда не падали экономически. Как вот последние 3-4 года падаем. Все-таки до этого у нас худо... Даже в кризис, в этот кризис конца 10-х, нулевых вернее, там 2008-2009, даже тогда все-таки это была такая горка, да? Такая раз и вышли. И сразу вышли, кстати говоря, с перехлестом того, что потеряли. Сегодня вот эта рецессия, как выразился президент, она гораздо более глубокая. И может быть, самое опасное в этой рецессии... В рецессии не то, что у нас остановился рост ВВП, не то, что промышленный рост замедлился. Хотя, как сказал президент, мы стали выбираться и три последнее время у нас устойчиво. Тем не менее, есть рост экономический по ВВП и по промышленности. У нас упали реальные доходы граждан. У нас растет количество людей, чье социально-экономическое неблагополучие они ощущают достаточно отчетливо. Это статистика и официальная, это статистика, которую у каждого у нас в голове. Мы ее видим просто по своим знакомым, близким, друзьям, товарищам и по своему окружению. Это действительно так. Это действительно правда. И еще один момент. Мы никогда не находились в такой сложнейшей внешней ситуации. Вот мы там вспоминаем холодную войну, но так плохо, как сегодня, не было никогда. В том смысле, что нас действительно просто обложили. Нам пытаются опрокинуть все наши крупные международные проекты. Северный поток, Южный поток, а это большая социально-экономическая перспектива. Этими санкциями пытаются отрезать нас от современных технологий. Хотя президент говорил о том, как на самом деле это в итоге сказывается на нас. В чем-то сказывается очень сильно и неблагоприятно. А в чем-то, наоборот, заставляет нас мобилизоваться и с опорой на собственные силы решать те проблемы, которые давно надо было решать. Если бы не санкции, как по той поговорке, не было бы счастья, так несчастье помогло. И последняя особенность этой встречи. Больше-то не будет до выборов президентских. Пойдет Путин или не пойдет, но уже не будет встречи президента со страной в этом формате. Это последняя встреча. Я вчера как раз был в эфире у Соловьева вечером. И я как раз сказал, ну если представить себя, а я очень хочу в это верить, что президент идет на эти выборы. На следующий, у него и в Конституции еще один срок есть. То, конечно, эта встреча нужна ему для чего? Она ему нужна, во-первых, для того, чтобы он вышел с той программы к стране, которая будет страной воспринята. Нельзя ведь говорить то, что мне надо. Надо говорить то, что, во-первых, хочет страна. Я как лидер должен это стране предложить. Я же должен понять, что страна хочет. Что болит-то? Где? И как решать? Во-вторых, Путин как лидер на распутье. Там у него три программы на стороне социально-экономического развития. Кудрин, Глазьев, Титов. И вокруг этого идет бешеная дискуссия. А как дальше двигаться? Какие рычаги экономически нажимать? Надо решение принимать. Это очередное сверка часов для того, чтобы это решение принять. Сказать, как дальше действовать. Это аргумент в диалоге с исполнительной властью, с правительством. Ну, там, условно говоря, прийти в кабинет, пригласить какого-то беда, сказать, слушай, ты мне что рассказывал-то? Ты глянь, что у тебя на самом деле творится-то? Ты вон, посмотри. Это ведь тоже некий миф, иллюзия, что вот там сидят во власти люди, которые все знают. Да к нему приходят эксперты или министр, и о чем-то говорит, показывает выкладки. И вы что думаете, Путин сразу может увидеть, где здесь правда, где здесь ложь, и что там нужно подвигать, и в какую сторону? Он же доверяет этому эксперту. Что может поправить его мнение? Реальная жизнь. Работает, едет машина или не едет? Работает этот механизм или не работает? Вот я думаю, что все, что касается программ ветхого аварийного жилья в стране, как показывает вчерашний диалог, не работает, потому что значительная часть вопросов из разных регионов была про это. И всякий раз Путин говорит, слушайте, я ничего не пойму, мы же дали федеральные деньги. К нам же нет вроде вопросов, почему так происходит? Поэтому я думаю, что это еще один такой способ, публичный способ, для того, чтобы у президента была своя картина мира, для того, чтобы поставить соответствующие задачи перед исполнительной властью. Поэтому, с одной стороны, я не склонен какие-то особые слова говорить про этот диалог, потому что он 15-й, и мы уже привыкли, что это вот так. Хотя нигде в мире аналогов нет. А с другой стороны, я понимаю, насколько важен именно этот диалог, вот он в силу тех причин, о которых я назвал. Ну и, опять же, возвращаясь к своему исходному тезису о крымском консенсусе, политическая жизнь, она, ну, на наших с вами глазах, хотя тут сидят молодые люди, но она всегда имеет вот эту вот цикличность, эти пики, когда наступает какая-то политическая турбулентность, когда обостряются все социальные процессы, все политические конфликты, и какие-то пики. Мы уже этот пик переживали в 10-м, 11-м году, накануне того, как Путин вот стал в очередной раз президентом, был избран в марте 12-го года, на вот этот срок текущий. И был пик, когда была расшатана наша политическая система. По многим причинам, сейчас я не буду об этом говорить. Мне кажется, что мы сейчас входим в очередную стадию обострения многих противоречий нашей общественной, социальной жизни, в том числе это продукт того, о чем я сказал, определенного напряжения, которое складывается в экономике, в социальных отношениях, в самочувствии граждан, в социальном самочувствии граждан. Это первая причина. Вторая причина, тоже мне достаточно понятная, в политическую и общественную жизнь вступает поколение, у которых нет памяти ни о Советском Союзе, ни о 90-х. Потому что, когда был Советский Союз, их просто не было на свете. А когда были 90-е, которые для нас, для всех, для взрослых людей, колоссальный политический урок, что можно, что нельзя. Как можно преобразовывать страну, как нельзя. В этом же был урок 90-х. Когда страну начали реформировать, не понимая, что на выходе. Вот красивые лозунги. Давайте будем проводить демократизацию. Ну, давайте. А что на выходе, это в результате? А бог его знает. А давайте будем все приватизировать в экономике. Ну, давайте. А давайте все колхозы ликвидируем и всех сделаем фермерами. Ну, давайте попробуем. Вот таким образом мы реформировали страну. А давайте всем дадим суверенитет сколько хотите. Получили Чечню. И кровью пролили безумное количество. Вот это реформирование периода 90-х. Это нормально реформировать? Да нет. Мне не очень нравится, как это происходило. И огромное количество ошибок наделали. И страну трясло так, что неизвестно, как мы вообще выскочили из этой петли. Как она на нас не затянулась по-настоящему. В том числе, кстати, благодаря Путину. У этого поколения нет памяти ни про Советский Союз, ни про 90-е. Они уже вошли в сознательную жизнь в период благополучных. Ну, относительно сознательную. Когда их семьи, папы, мамы, уже получили работу, им стали платить зарплату. Когда пенсии стали более-менее нормальные. Это нулевые путинские годы. Знаете, есть закон такой политологический. Революции никогда не происходят на нижней точке падения экономики, благополучия граждан. Никогда. Знаете, почему? Потому что, когда все рушится, люди, как ни странно, начинают заниматься хлебом насущным. Не странно, в кавычки я ставлю. Люди начинают заниматься, а как выжить в этой жуткой ситуации. Им не до политики, не до власти. Это для них как раз где-то. Они ненавидят ее в этой ситуации, эту власть и политику. Но занимаются другим. А когда соединяются две вещи. Снижающийся тренд социально-экономический. То, что мы сейчас имеем в виду. С одной стороны. А с другой стороны, сложившаяся уже в течение довольно длительного времени относительно благополучная жизнь, стабильность. Которая вдруг по какой-то непонятной причине для многих начинает пошатываться. Все было же хорошо. Росли зарплаты. Росли пенсии. Росла покупательная способность граждан. И вдруг что-то так не так стало все. И вот это новое поколение, оно совершенно адекватно. В этом смысле объективно. Да. И плюс накапливаются огромные проблемы, которые тоже очевидны. Ну что, нет коррупции что ли? Ну нужно быть дураком, чтобы это не признавать. Знаете, почему вчера не сказал Путин? Наверное, это у него было на языке. Но он это не сказал, потому что не очень правильно это говорить. Вот есть же разные инструменты борьбы с коррупцией. Помните, Путин спрашивали, а где посадки? Где посадки? Слушайте, мы по посадкам сегодня. Ну на европейском континенте только точно первые. Ну никто просто рядом с нами там не стоит. Ну Китай, ну там за это расстреливают, но только коррупции там не меньше. Ну мы по посадкам точно же. Ну 8 губернаторов под арестом, там двое сидят. Два федеральных министра в тюрьме, третий ждет, значит, срока. Ну нет просто аналогов, ну нету. Понимаете? В этом смысле, если борьба с коррупцией вот эта, посадки в рядах чиновников, их увольнение по разным коррупционным основаниям, то мы тут просто боремся отчаянно с коррупцией. Но человек на своем, как бы, вот таком житейском уровне понимает, что все равно плохо, все равно не так. Все равно что-то здесь, он не согласен с этим. И понятно, что, как это и всегда бывает, а кстати, это вообще, это знаете, как учебник по революционной борьбе, что обычно предъявляют власти в процессе борьбы с ней? Предъявляют первое, социальное неблагополучие, налицо, налицо. Предъявляют второе, ты коррумпирована, тебя надо поменять, потому что ты коррумпирована. Как свергали Януковича на Украине? Ровно так. Ровно так. Значит, и здесь главный тезис, коррупция, чиновники воруют, власть коррумпирована, ее надо поменять. Это очень хорошо ложится на слух вот этого поколения, поколения уже даже, я бы сказал, десятых, не нулевых, а десятых, которое совершенно, с моей точки зрения, справедливо, вот здесь я хочу быть правильно понятым, у меня нет желания сказать, что эти люди выходят на улицу на пустом месте. Есть конкретные проблемы, которые вызывают у них, у их родителей, у того круга людей, в котором они общают, несогласие, недовольство, и они это предъявляют, они это демонстрируют. Что плохо, с моей точки зрения? Плохо две вещи. Плохо то, что так получилось в силу разных причин, что оппозиция, которая сегодня занимается улицей, которая вот именно уличными методами пытается противостоять власти, эта оппозиция сама не ушла с улицы. Она сама не стала оппозицией программной, идеологической, партийной. Она как была уличной, так и осталась. Она как привыкла только этим способом разговаривать с властью, так и она и разговаривает. Она не представлена нигде. Нигде. С одной стороны, они говорят, так вы нас никуда не пустили, вот поэтому мы такие уличные. С другой стороны, когда им задают вопрос, резонный вопрос, который должен знать любой нормальный человек, обращайтесь к ним, хорошо, ты теперь власть, давай скажи, что я от тебя как гражданин-то получу. И вдруг, значит, лидер этой оппозиции, когда ему говорят, а какой у нас бюджет в стране, он, оказывается, не знает, не может назвать его тут. И в лоб его спрашивают, скажи цифру, назови бюджет, доходную часть бюджета назови и молчит. Ему говорят, хорошо, ты говоришь, надо повысить долю расходов на образование. Какая сейчас доля и до какой доли надо повысить? Ну, казалось бы, уж дальше вопрос, если ты сам про образование, если ты сам сказал, тебя же за язык никто не тянул, ты сам сказал, надо повысить долю расходов бюджета на образование. Тебе вопрос, какая сейчас доля и сколько надо? Как это выглядит в абсолютных цифрах и сколько будет? Человек не может ответить. Слушайте, ну, есть, конечно, я могу оставить процент, там, 0,1%, что это такая форма общения. Это просто он так себя ведет. Но тогда я, как избиратель, как гражданин, ничего не понимаю. Я-то хочу же знать, кто меня ведет на баррикады. Вот это проблема. Я не понимаю, говорю абсолютно искренне, я не понимаю, чего хочет эта уличная оппозиция, кроме одного. Я понимаю, что она не согласна, недовольна тем, о чем я сказал. Согласен. Вот здесь я с ней согласен. У нас разногласий нет с этими людьми. У меня дальше разногласия. Потому что дальше я хочу сказать, вы пришли сменить меня. Я сегодня часть власти. Я член Совета Федерации. Представляю Татарстан. Вы хотите, чтобы Татарстан представлял другой человек. Ну, допустим. Ну, допустим. Это хорошо, это нормально. Рано или поздно не буду, я буду другой. Хотя это право Мениханова, кого он направит от себя, от исполнительной власти в Совет Федерации. Ну, хорошо, вы хотите другого. Но это другой, ты что-то должен предложить. Вы хотите сменить Мениханова. Кто будет? Что он будет делать в Татарстане? Вы хотите сменить Путина. Кто это будет? Что он будет делать со страной? Ну, хорошо. Опустимся ниже. И вот тут тоже интересный вопрос. Слушайте, а чего вы не боретесь за власть в селе Кукуево в Брянской области? Поборитесь там за власть. Там живет 250 человек. Придите туда и расскажите, как вы обустроите это Кукуево. И изберитесь. Станьте главой муниципального совета. И покажите, как вы умеете рулить. Ну, начните с этой деревни. Или городок какой-нибудь. Или сразу надо брать Москву, Казань, Кремль, дом правительства. Но вот у меня здесь начинаются вопросы, потому что я не очень понимаю, что хотят сделать с моей страной, с моей семьей, с моими детьми и внуками. Не очень понимаю. И это меня сильно пугает. Не знаю, как вас, меня пугает. Поэтому, когда говорят, кто угодно, только не эти, вот меня такой лозунг не вдохновляет. С моей точки зрения, мы имеем, вот если бы нас учили только историей, что когда-то это было, ну ладно, не болело бы, потому что ни у кого так это, ну где-то там когда-то было. А что нас учить, вон, через забор. Ровно, ровно, ровно таким образом сделали. Вот ровно так. Вышли и сказали, нам эта власть не нравится, давайте ее сметем. А что завтра? А, жизнь покажет, война покажет. Смели. Государство потеряли. Государство потеряли. Крым отвалился. На юго-востоке война. Там уже покойников 10 тысяч, только по официальным данным. Убитых. Детей, женщин в том числе. Это что, я хочу такое будущее, что ли? Я такого будущее не хочу. Экономика. Вот Путин об этом говорил. Ну, мы же были сопоставимы с Украиной. Ну, да, у нас было там 540 долларов пенсия, а у них было 450. Ну, вернее, там средняя зарплата по стране. Мы сейчас мало, спорить не хочу. Ну, где-то там 600 с чем-то. А у них 250. Мы чуть-чуть приросли в долларовое выражение в среднем заработке в стране. Опять не хвалю. Это не потому, что он хороший. Просто протендент. А там в 22 раза упало. Что ж хорошего-то? Где это счастье? Почему, если я прогоняю эту негодную власть, которую я объявил негодной, коррумпированной, ну, я должен получить-то другой же результат, а не прямо противоположный. А я потерял страну, потерял экономику, потерял зарплату. Что же в этом хорошего, в этой революции? Вот что меня пугает в этом уличном процессе. Не более того, меня совершенно не пугает ни массовость, ни даже то, кто это делает. Вот там дети вышли. Ну и дети, ну и что. Они такие граждане, имеют права выйти. Кстати сказать, на моей памяти, когда я работал в АП, митинги были там вкратно больше. Перекрывали бульварное кольцо, которое полностью забыкали демонстранты, которые выходили с протестными лозунгами. Все митинги разрешались, все выходили с плакатами и так далее. Не было никаких столкновений с полицией. Выходило там по 20-30 тысяч. Причем с шествиями, не с митингами, а с шествиями по бульварному кольцу. В чем разница? В том, что эти люди выходили, говорят, дайте нам право в центре города пройти, мы вам покажем, чего мы хотим. Вот у нас будет написано о лозунгах, мы это скажем во время наших митингов. Это наши выступающие сказки. В чем разница? Эти говорят, зачем нам это-то? Этот дурак сможет. Вы нас побейте немножко. Вы давайте немножко с нами повоюйте на улице. Вот в чем смысл протеста. Вот это мне не нравится. Потому что это плохо. И для них, и для милиции, которая обвиняет в том, что они не так, как сейчас принято говорить, винтят этих демонстрантов. Вот это плохо. То, что вот в эту сторону сместился конфликт между властью и протестующими, ну, говорит, это вопрос к власти. Может быть. Может быть. Но уж точно и вопрос к ним. Одновременно. К власти, наверное, в той части, почему не договорились, чтобы дать им там все-таки вывезти их. Давали же Сахарова. Ну, и надо было Сахарова. Там огромная площадь. Там 25-30 тысяч запросто помещается. Митингуй, кричи. Да что угодно. Где-то здесь вот происходит какой-то сбой. Я даже не знаю, кому больше упрекать. Власть или этих митингующих. Наверное, власть тоже не дорабатывает, раз она не смогла договориться. Или действительно совершенно не договороспособна эта часть оппозиции, которая хочет только так, через конфликт, через драку, через эти каталажки протестовать. Ну, пока, иначе я уже и так полчаса. Давайте все остальное оставим на вопросы. Спасибо. Значит, микрофон... Видите, я достаточно откровенен. Я с вами говорю, как есть. Первый вопрос я вижу уже первую руку. Давайте микрофон тогда передавайте. Только представляйте, пожалуйста. И там был вопрос, да? Следующий тогда. Давайте, пожалуйста. Олег Платонов, Бизнес Онлайн. И еще немного о Навальном, если вы позволите. Некоторые политологи считают, что появление Навального – это в том числе результат вашей работы вместе с Володиным в администрации президента. Насколько вы согласны с этим? Я не знаком с ним лично. Ни разу в жизни не встречался. Ни разу в жизни не общался. Моя история с ним известна. Это когда, ну, якобы от моего имени на него подали в суд. Подделали мою подпись. Был некий документ, что я подаю в суд на Навального, будучи обиженным на тот пост, который от его имени был размещен. Он, где, значит, меня критикуют. Я тогда был первым заместителем председателя Государственной Думы. И от имени Навального там разместили на Ютьюбе такую картинку, где едет машинка, машина с моими номерами, с включенной мигалкой. В 20.33 по Кутузовскому проспекту мигалка включена, и машина сворачивает в сторону торгового центра, который называется «Времена года». И пляска вокруг этого, значит, что вот у меня машина служебная с включенным проблеском огоньком сворачивает в сторону торгового центра. Ну, и понятно, что там делает первый заместитель председателя Государственной Думы. Ну, ходит по бутикам, пьет, наверное, коньяк, ну, идет какую-то там, ну, что-то же, что-то порочное я же сделал, раз вот это так. Поскольку я никак не среагировал, потому что, ну, а что я должен по этому поводу сказать? Машина служебная, мигалка, мигалка, да, как раз именно мигалку можно не включать, но если ты, например, там, ездишь по разделительной, или там торопишься и просто там тебе уступают, если тебе это нужно, если ты действительно торопишься, тогда мигалка включена. Я не знаю, почему была включена мигалка в этот раз, может быть, там он как-то съезжал, мой водитель. Я даже не знаю, был ли я в этот раз в машине, я, к сожалению, этого не помню. Ну, дело не в этом. Вот была такая история, я, естественно, никак на это не среагировал, и вот после этого появилась бумага в суд от моего имени на Навального, что вот я не согласен с этой историей и так далее. Я, естественно, обратился в суд с указанием, что да, была указана некая адвокатская контора, которая якобы от моего имени этот иск подготовила. Адвокатская контора сказала, что нас там не было, не лежало, мы пирас об этом слышим. Подпись моя была подделана. Я, когда меня спросили, я сказал, что, я не сказал, что это сделал этот господин, потому что у меня нет такой информации. Я сказал, что если кто-то в этом заинтересован, то, скорее всего, он. Вот все мое личное общение с ним. Разумеется, никакой стратегии, тактики выращивания Навального, как некого оппонента в те времена, когда я был в АП, и не было, и не могло быть, он сам рос как и политик, как публичный деятель. Говорят, что начинал он с такой работы, когда одних олигархов обувал за счет других. Это то, что я читал, я не знаю, так ли это, и на этом он как бы вырос, потому что ему патронировали какие-то силы, используя его как орудие в борьбе со своими конкурентами. На этом он вырос, научился публичной деятельности. Он, кстати, блистательно использовал, я прекрасно помню, 9-10 год, конечно, он был лидером, абсолютным лидером в сетях. Это действительно так. И сетями, интернетом он и его партнеры овладели раньше, чем кто-либо. Очень эффективно это использовали в публичном росте, что ли. Все, не более того, что я могу об этом сказать. Поэтому это, как мне представляется, человек, который достаточно умело использует различные инструменты работы со своими сторонниками. Такая умелая технология формирования достаточно сектантской, использую такой термин, психологии, когда есть вера в лидера, что бы он ни делал, что бы он ни говорил, он правильно говорит, он хорош, и мне достаточно того, что он против этого режима, против этой власти, и он такой смелый. А идти глубже, разбираться, так ли он хорошо понимает, что надо делать в стране, так ли он хорошо понимает, как это было в нашей Казани, скажем, национальное отношение, где он поплыл, когда ему вопросы задают, оказывается, он совершенно не в теме, он просто не знает, как это все устроено здесь у нас. Надо немножко пожить, чтобы понимать, как это здесь устроено. Или там, та же история с Татфонбанком, да, тоже. Увестилось, что не владеет. Это не потому, что я его в этом упрекаю, а просто, понимаете, политика – это такая штука, особенно публичная. Вышел, все, вот оно полетело, слово. Вот даже сейчас полетело, я уже не удержу это слово, оно куда-то пошло. Поэтому, я уже фактически сказал, какую проблему я вижу за этим господином. Я вижу проблему в том, что это игрок, который играет на этой протестной поляне, играет достаточно умело, эффективно. Абсолютно не заботясь о том, а что, какой следующий шаг, что будет, когда действительно придется принимать какие-то управленческие решения. Я этого не знаю, да и никто этого не знает. Мне вообще кажется, может быть, я ошибаюсь, что сама задача – это быть в борьбе. Пока борьба, пока драка, пока ты вот с этой стороны, это и создает весь драйв, и создает всю историю. Как только понадобится перейти в другую качество, лучше не переходить. Зачем? Лучше остаться вот там, в этом бою, который создает себе уже и политический успех, и историю, и сторонников. Ну, если это так, меня даже это устраивает, в конце концов, как гражданина. Потому что, по крайней мере, это не несет за собой каких-то серьезных проблем и последствий. И в продолжении вопроса еще, извините, пожалуйста, существует такая теория, что в Америке Трамп победил за счет того, что он как бы со стороны небогатого населения. То есть, существует 1%, который управляет всеми процессами, а остальные 99% как бы мимо кассы, как говорится. И сторонники Брекзита практически тоже таким же образом победили. И Навальный сейчас тоже использует примерно такую же позицию. Вот насколько эта риторика может быть действенной, и считаете ли в этом отношении его популистам? Мне сложно отвечать. Ну, во-первых, я не могу поставить их в один ряд всех. Там Трампа, сторонников Брекзита и Навального. Все-таки, мне кажется, это из разных опер совершенно истории. Я не вижу, если честно отвечать на ваш вопрос, я особой проблемы не вижу в том, как ведет себя этот господин. В том, что он делает. Больше того, многое из того, что он делает, он делает весьма умело, весьма успешно. Ну, по крайней мере, ставит перед собой задачу, он как-то ее реализует. Потом, ну, мы же открытое общество. Да, в этом обществе есть люди, которые не согласны. Есть люди, которые не согласны с Путиным, которые его критикуют публично. А, кстати, специфика вчерашняя, когда бегущая строка с этими смс-ками, там же черти что. Да, уходи, надоел, там, когда ты уйдешь, там, хватит два срока. Ну, пожалуйста, там, вот все, что там в сетях, тоже, все то на экране. Кстати говоря, правильно, знаете почему? А какая разница? Я все равно открываю телефон, сижу, бам, открыл. У меня там все есть. Я и так это читаю. Спрятать-то это же нельзя. Мы уже вот такое информационно открытое общество. И в этом обществе есть эти люди с их действиями, с их идеями и так далее. Меня это абсолютно не пугает. Власть эффективна и сильна тогда, когда она спокойно работает, эффективно, при наличии тех, кто не согласен, тех, кто критикует, тех, кто хочет ее сменить разными инструментами. Ну, в рамках закона, если это не выходит за рамки закона. Поэтому не вижу здесь никакой аналогии. Не вижу никакой аналогии. У нас по-прежнему, на мой взгляд, Путин, как бы, вне конкуренции, об этом говорит все. Ну, это не потому, что я сторонник Путина, а потому, что это так. И тут тоже, как бы, все нормально, с моей точки зрения. Ненормально что? Может быть, я это не совсем точно выразил в стартовой части своего выступления. Ненормально то, что здесь все время идет балансирование на грани закона. У нас все время щупают на прочность, да, режим. Эй, режим, а ты тут тоже будешь поменять закон? Это как было, помните, Пуссерайт, когда страна раскололась. Одни говорят, да простите их в конце концов, что такого? Ну, пошумели немножко в храме. Никого не побили, никого не убили. И вот, честно, психологически так ведь комфортней. И мне комфортней, и вам комфортней. Ну, что девчонок обижать? Ну, пожурили бы, сказали, ну-ну-ну, и гуляйте. А им раз, как там говорят, двушечку. А я не потому, что двушечка, да, не знаю, двушечка, не двушечка, я не судья. Я к тому, что хороший, плохой закон, его надо применять. Не нравится нам, как он применяется, мы видим, что он плохо работает. Давайте закон поменяем лучше. Но не применять закон, толковать его двусмысленно нельзя. Понимаете? И если митинг несанкционированный, и если в ходе этой несанкционированной акции кто-то нарушает общественный порядок, реакция должна быть абсолютно адекватной, так, как это прописано в законе о милиции, в других законодательных акциях. Нравится это мне или не нравится? Вот здесь моя личная точка зрения, и ваше тоже, не имеет никакого значения. Должен исполняться закон. Вот что мне не нравится именно в действиях этого господина, он все время пробует страну на вот это, на то. Будет закон применяться или не будет? А достаточно ведь один раз, бах, решили, исходя из политической целесообразности, для того, чтобы не обижать кого-то, давайте не будем. Все. Значит, палец дали. Палец, рука и так далее. И пошла, да? По законам, это по законам политики. Что Ленин учил? Если пустота какая-то идеологическая возникает, туда обязательно приходит ваш противник. Так не бывает по-другому. Правильно. Ленин был прав. Он знал толк в политической борьбе. Вот. Поэтому и здесь так же. Вот я за то, чтобы исполнялся закон. Вопрос об интернете. Вопрос о свободе в интернете. Я рассказываю всем эту замечательную историю. Черные метки в интернете, да? Я вот только пришел в АП, и первое задание получил. Вот, разберись с интернет-сообществом, потому что есть инициатива законодательная, чтобы операторы блокировали соответствующие аккаунты, где идет пропаганда детской порнографии, детского суицида и наркотиков. Собираю интернет-сообщество. Ребята, вот есть такая законодательная инициатива. Люди мне все говорят, да почему это нельзя сделать? Во-первых, нельзя сделать. Во-вторых, это бешеные деньги. В-третьих, это не будет работать. Я же не понимаю, как это устроено. Мне же люди так говорят. Начинаю. Других зову. Мне говорят, да это ерунда. Все это можно сделать. Это будет так работать. И так далее. И вот мы этот мячик туда-сюда, туда-сюда. Законодательная инициатива есть, лежит в Государственной Думе. Мне говорят, нельзя закон принимать. Он не будет работать. В итоге, слушали, 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 слушали. Избирается следующая тактика. Думцы говорят, мы поставили на ноябрь, на 1 ноября. Я приглашаю интернет-сообщество. Слушайте, вот вы договоритесь с думцами. Потому что 1 ноября закон будет принят. И вам придется его исполнять. Он же закон. Вы говорите, что он плохой, он ужасный. Но вам-то придется его исполнять. Вы бегите в Думу и попробуйте с ними договориться. Если вам что-то не нравится в законе, так можно еще поменять. Нести какие-то поправки. Пока его не приняли. Побежали. Бах, приняли закон. Это был 1 ноября, если не ошибаюсь, 12-го года. Что произошло в стране за эти 5 лет? Что? Где та крыша, которая рухнула? Что произошло с нашим обществом? Может кто-то умер от того, что эти метки? Да, померили отношения населения. 76% граждан говорят, конечно так надо. Вы чего? Принимаете закон. Правильный закон. Я к тому, что когда... Вот в обсуждении все не поймешь. Кто-то за, кто-то против. Кто-то говорит, что невозможно выполнить. И вот идет эта штука. Дошли до принятия закона. Принял закон Дума, потом Совет Федерации. Подписал президент. Закон стал законом. И вдруг выясняется, что его все выполняют. Он работает. И приносит свои позитивные плоды. Вот что такое закон. Я сторонник того, чтобы с закона работал. Не нравится? Давайте поменяем закон. Спасибо. Ну вот, кстати, про закон. Если уж закон. И вот подтекст первого вопроса, насколько я понял, в чем? Хорошо. Закон надо выполнять. Есть у человека условный срок. Он продолжает задерживаться из раза в раз органами правопорядка. Он призывает к массовым неповиновениям по факту. То есть нарушает действующее законодательство. Условный срок не включается. При этом он продолжает выезжать за рубеж и так далее. Все равно где-то избирательный закон-то существует. А я с вами соглашусь. Не является ли он все-таки ставленником кого-то? Тогда я возвращаюсь по тексту первого вопроса. По тексту мне понятен. Но я просто не знаю ответы. И не думаю, что он является чем-то ставленником. Даже если является, тогда должен сидеть по закону. А вот почему тут тоже есть избирательность? Я тоже не знаю. Может быть, юридически я не совсем подкован. И может быть, действительно, те его правонарушения, которые сегодня имеют место, из-за которых он получил 30 суток сейчас ареста, они не включают автоматический режим перехода условного наказания в реальный. Может быть, в этом ответ. Я просто не юрист настолько, чтобы это комментировать. Но такой вопрос я тоже себе сдаю. Но я не ищу ответ на него в этой конспирологии, что за ним там кто-то какая-то башня. Я думаю, что все гораздо проще. Спасибо. Так, вопрос был. Сейчас микрофон на второй ряд. Вот за... Ага, секунду. Здравствуйте. Сафи Сабит, студент юридического факультета. Уважаемый Олег Викторович, ежегодно в Республике Татарстан Казанским федеральным университетом проводится конкурс законотворческих инициатив «Парламент-2030». В этом году в данном конкурсе проучаствовало больше тысяч человек. Ну, что говорит о том, что законотворческая инициатива – достаточно интересный для молодого поколения. Как вы считаете, есть ли перспективы развития молодежного парламентаризма в России? И есть ли перспективы у нашего проекта? Спасибо. Ну, я знаю, что, во-первых, молодежный парламентаризм живет уже довольно большое количество лет. Я знаком вообще с инициаторами этой идеи. Многие из них сегодня очень интересные современные политики российские, которые выросли вот из этого молодежного парламентаризма. Ну, если хотите, из игры в политику, да? Вот кто-то когда-то придумал, давайте поиграем в этот молодежный парламент. Потом создали в одном регионе, потом это сделали на всю страну, во всех регионах появились молодежные парламенты. Он появился в Государственной Думе, молодежный парламент. И он уже одну задачу решил свою, эта инициатива одну задачу решила. Из этой среды молодых, начинающих ребят, которые вот таким образом пришли в политику, выросли сегодняшние уже современные политики, которые и депутаты Государственной Думы, и уже министры, и региональные федерации, и даже губернаторы. Вот, вот это, на мой взгляд, яркое подтверждение и ответ на ваши вопросы. Уже хотя бы один ответ есть. Это дало свой результат. Что касается, собственно, законотворческой работы. Вот здесь я хочу одну иллюзию развеять. Вот перед вами сидит человек, который входил, пока был в Государственной Думе, в пятерку самых эффективных законотворцев страны. То есть, что это означает? По количеству законов, которые я внес, и по числу принятых этих законов, я вот один из лидеров. Я вам скажу, как это устроено. Вот я входил в эту пятерку не потому, что я умный очень, и не потому, что я шустрый очень, а потому, что есть система работы с законом, которая предполагает, что ты находишь партнеров, чтобы закон появился в регионе или в регионах. Ты находишь этих партнеров в правительстве, ты находишь этих партнеров в администрации президента, потому что там есть правовое управление, которое говорит, нет закону, и он умер, да, законодательная инициатива умрет, если правовое управление президента говорит, что оно не согласно. Ну, можно через это перешагнуть, принять, но понятно, что будет вето президента, значит, закона не будет. Институты научно-исследовательские, потому что закон предполагает, что ты же его погружаешь в ткань действующего законодательства, ни один человек не может это знать. Это же гигантская поляна. Я, например, 18 лет прожил в Думе, но я не знаю эту поляну всю. Ну, какие-то сегменты этой поляны я знаю, но всю-то я ее не знаю. И только тогда появляется закон. Поэтому, вот то, о чем вы говорите, во-первых, имеет смысл именно потому, что из этого растут люди, управленцы, политики. Во-вторых, они учатся практике этой законотворческой работы. Но если даже 1% из того, что эти молодые люди придумали в измененном каком-то виде, потом дойдет до решения, например, на уровне нашего субъекта федерации Татарстана, это уже будет победа. Вот иллюзии здесь не надо питать, что вот мы написали 100 законов, из них 98 будет принято в виде проектов. Но если половинка одна появится, как часть какого-то инициативы, уже будет здорово. Но в этом ничего плохого нет. Так устроена эта работа. И сам факт того, что эти инициативы есть, они сигналят о том, а что требует дополнительного законодательного регулирования. Как появляется закон-то вообще, вот новый закон, откуда он берется? Он берется из практики, когда говорят, слушайте, а нам не хватает инструментов, чтобы решить вот эту задачу. Законодательных инструментов не хватает. Тогда появляется закон. Так и здесь. Поэтому сама по себе эта история не закончилась и будет дальше развиваться. Она очень правильная. Спасибо. Сейчас вопрос следующий. У кого есть вопросы, просто давайте сигнал, чтобы микрофон у себя передать. Добрый день, Олег Викторович. Кристина Иванова, портал Казанфест. Два вопроса у меня к вам. Первый вопрос по поводу порохового завода, который опять полыхнул сегодня утром. Вроде как огромный был пожар и Кубок Конфедерации не лучше рекомендации. Вы, насколько я понимаю, уже выступали за перенос его за черту города. Какие-то, может быть, подвижки в связи с этим есть? Друзья мои, давайте так. Я член Совета Федерации и точно не очень хорошо владею тканью этого вопроса, кроме одной его части. Сейчас я об этом скажу. Когда я говорил о том, что завод надо переносить, я исходил из понятной, совершенно житейской, человеческой логики. Но если в черте города находится такое предприятие, которое в силу различных причин постоянно создает определенные угрозы и для себя, и для города. Ну, понятно, что есть решение, либо давайте закрывать его совсем, но а как его закроешь, когда это люди, это работа, это заказы, которые есть у этого предприятия. И оно само по себе-то действительно имеет гигантскую историю, традицию и возможности производить соответствующую продукцию. Но дальше возникает вопрос, о котором я знаю. Я знаю цену вопроса, и вы тоже ее знаете. Она просто для города неподъемная, даже для республики. Просто взять сейчас и достать из бюджета деньги, из регионального, и потратить на это, но это невозможно. Просто деньги таковы, что мы просто порушим себе бюджетную политику в республике. То есть, проблемы это есть. Понятно, что, скорее всего, ее решать нужно так. А вот как технологично это сделать, для того, чтобы и найти ресурсы, для того, чтобы не нарушить производственный цикл, для того, чтобы не решить людей рабочих мест. Но это действительно задача со многими неизвестными. Поэтому я бы, например, не взялся сейчас давать здесь советы. Как гражданин страны, как представитель республики, как человек, который родился и вырос в Казани, и прожил большую часть жизни здесь. Понятно, я понимаю те угрозы, которые это по себе несет. Но это и так всю жизнь было, между прочим, еще начиная с нашего детства. Всегда была там проблема. Поэтому по-другому я на ваш вопрос не отвечу. Второй вопрос. Все-таки новый договор о разграничении полномочий, на ваш взгляд, будет за ключ? Не знаю. Смотрите. Ведь есть очень понятный ответ на этот вопрос. Очень понятный. И федеральный центр, и республика должны между собой договориться, что будет в этом договоре. Договор, изначально его природа, это разграничение полномочий между федеральным центром и регионами. Это договоренности о том, что не отрегулировано Конституцией, что не отрегулировано действующим федеральным и региональным законодательствами. Если такие вопросы и проблемы есть, их надо обсуждать и интегрировать в договор. Или исходить из того, что прежний текст устраивает и федеральный центр, и регион, и не изменяя в нем ни буквы, ни слова, можно его таким образом подлить. Но для этого нужно согласие двух сторон. Не только желание и воля Татарстана, но и желание и воля согласия федерального центра. Вот две стороны должны это обсудить. И найдя предмет для разговора, если он есть, что разграничиваем, как, каким текстом, старым или новым, обновленным. Идем тогда на это решение. Просто я напоминаю сейчас, опять же, не давая какого-то готового рецепта, что договору-то 10 лет. И в ходе этой десятилетки постоянно совершенствовалась законодательная база. Принимались законы, в том числе направленные на дальнейшее разграничение полномочий и предметов ведения между субъектами федерации и федерацией. Раньше действительно была одна очень серьезная проблема. Когда были совместные предметы ведения, то есть вот этой проблемой как бы одновременно за нее отвечает и федеральный центр, и субъект федерации, а кто и как, это не было отрегулировано. И вот тогда, когда еще не было законов, это не только ведь нашим договорам, этих договоров-то было полно. Потом они все поумирали, осталось только наш. Вот, поэтому мне кажется, что... И потом совершенно понятно, что это политическое решение. Политическое решение, но оно двустороннее. Оно не только желание одного, но и желание другого. Как в реальности, на практике сегодня эта тема обсуждается, мне неизвестно. Обсуждается ли, тоже мне неизвестно. Договору, если не ошибаюсь, совсем осталось чуть-чуть по срокам, да? Вот. Поэтому вопрос к руководителям. На ваш взгляд, он нужен в сегодняшних условиях, в реалиях? Вы понимаете, как ответить на этот вопрос? Если бы он был, этот договор, да? Даже вот он сейчас существует, действует, да? Я что-то не заметил, чтобы от этого у кого-то где-то заболело. Я, кстати, был одним из тех, кто, когда принимался договор 10 лет тому назад, я тогда был в Государственной Думе, и после того, как он был заблокирован в Сеть Федерации, я выступал в Государственной Думе, выступал в СМИ, очень активно поддерживая, проводя идею этого договора, и в итоге он получил поддержку Государственной Думе, было предъявлено, соответственно, вето, и договор был подписан президентом. Поэтому мне кажется, что какой-то такой сакральной роли в новом состоянии российского общества государства российского, наверное, договор уже не имеет, как это было 10 лет тому назад, а тем более тогда, когда формировалась новая Россия. Ну и проблема особой в том, чтобы он был, я не вижу. Это вопрос политической воли. Спасибо. Вопросов я не вижу, но у нас еще есть несколько минут, если позволите, я все-таки про реновацию, но применительно к нам. Потому что Москва, понятно, там спорит, она любит это делать. Значит, с вашей точки зрения, нечто подобное нужно? И если нужно, то в какие сроки принимать, ну, скажем, в Татарстане, в Казани? То есть нужно ли нам разделаться с хрущевками? Вот по той схеме, как сегодня выбрала Москва. Нужно, конечно, нужно. Что же плохого? Я, знаете, сразу скажу, вот если просто переводить это на такой общепонятный человеческий язык, то возникает вопрос, а что плохого в том, что человеку говорят, ты живешь в доме, который скоро разрушится, он перестанет выполнять свою задачу. Плохо будет? Ну, хорошо, может, ты и доживешь, но твои дети точно не смогут жить в этом доме. Рано или поздно этот дом придется сносить. Ну, так устроены его технологические возможности. Уже есть примеры, когда пятиэтажки эти рушатся там и происходят вещи просто опасные. И в этом смысле мне все понятно. Это надо делать. Но проблема действительно очень большая. Там живут люди. И кто-то из этих людей не хочет, по разным причинам, чтобы он попал под это переселение. И совершенно правильно сказал Володин, он сказал, а, Володин сказал на вот этих слушаниях, но наиболее как бы выпукло об этом сказал Путин, когда сказал, что в этом вопросе самое главное. Желание людей. Вот есть желание, давайте делать. Но есть вторая часть, про которую не очень принято говорить, но она существует, это ответ на ваш вопрос. Москва, понятно, поскольку там один бюджет и деньги пока там выделяются государевы, бюджетные, но понятно, что всегда, как только свистит Москва, под этот проект тут же прибегут инвесторы. И тоже понятно почему. Потому что земля там золотая, и любой, кто возьмет, вложит деньги в эти проекты, если не хватит государственных денег, то он всегда эти деньги отобьет, получит результат, и задачу решит, построит, и себя не обидит, как инвестор. Казань в этом смысле, ну, наверное, имеет определенную перспективу в той части, что все-таки мы, а, богатый регион, б, все-таки действительно, у нас и инвестиционные возможности достаточно серьезные в Татарстане. Поэтому не копируя Москву в полном виде, но подумать о том, чтобы этот проект был не только московским, но и был тиражирован на другие субъекты, наверное, можно. Но я бы предпочел все-таки действовать здесь очень аккуратно, осторожно. Во-первых, а, посмотреть, как это будет реализовано в Москве, б, понять, а мы можем такую программу сегодня замутить, мы потянем ее, мы не обманем людей, ведь если делать, ведь это же не один дом снести и переселить эти граждане, это же именно как программа, это же сразу, ну, в Москве полтора миллиона жителей, полтора миллиона жителей собираются переселить из Петербурга. Ну, там, правда, цифра-то меняется, но, тем не менее. Это вся Казань, да? Казань меньше. Поэтому для регионов эта проблема, во-первых, связанная с тем, что нужно, чтобы этот опыт был как-то опробирован, а второй вопрос, это, конечно, цена. Цена вопроса, потянем, не потянем, найдутся ли деньги, придет ли инвестор, ну, целый ряд других проблем, которые тащат за собой этот проект. Я бы предпочел, что пока давайте посмотрим, как это Москва сделает, то, что она начнет, уже совершенно очевидно, закон принят, подавляющее большинство тех, кто попадает в эту программу, «за», чтобы не было здесь мифов, то, что есть противники, «да», то, что некоторые дома отпадают сейчас и выходят из этого проекта, имеет место. Когда граждане говорят, не надо, значит, не надо. Но, тем не менее, подавляющее большинство говорит «да» этому проекту, значит, он будет запущен. Спасибо. Был вопрос у вас еще дополнительный? Да? Давайте сейчас, и потом будем тихо завершать. Получается, что митинги и реновации стали первой серьезной проблемой для администрации Кириенко. Вот насколько они с этим ударом справились, и что бы вы посоветовали со своей точки зрения? Ну, уж точно советовать мнение с руки, именно, потому что я считаю, что там сидят профессиональные управленцы сегодня в администрации, и ни в каких моих советах они не нуждаются. Я не вижу каких-то проблем в части развития нашей политической системы. Она не находится в кризисе, она достаточно устойчива, и не требует каких-то хирургических средств для того, чтобы эту устойчивость там усиливать, обеспечивать. А что реновация? А что эти митинги? Ну, мы видели покруче, на порядок покруче, и ничего, никто с ума не сошел от этого, и не система не рухнула. Нормально совершенно. Ну, вот митинг по реновации, который предшествовал принятию закона, а потом были эти двукратные слушания в Думе, куда всех недовольных привели в Думу, сказали, пожалуйста, выступайте. И они выступали на камерах, и говорили Собянину, в лицо, он стоял в ложе, они ему в лицо говорили, все считают нужным. Слушайте, ну, так и правильно? И я не понимал, вообще говоря, всех проблем этой инновации, когда она начиналась, мне казалось, что все будет гораздо проще, как же здорово, деньги есть, вот есть пятиэтажки, которые развалятся, ну и вперед, а там миллион вопросов, миллион вопросов. Ну, например, малый бизнес сегодня в этих пятиэтажках понастроил на первых этажах, всякие булочные, там, парикмахерские, и так далее, и так далее. Надо их интересы учитывать, а как же? Они там не живут, но они купили эти площади, или арендуют их, и там у них уже оборудование какое-то стоит, или что-то еще, и они не жители, в собственном смысле этого слова. И там куча проблем, куча проблем, которые, вот, некоторые вещи для меня просто оказались в диковинку, потому что, когда не тронешь, не понимаешь, инсоляция, то есть, как солнце падает, вот, у нас, оказывается, есть ГОСТы по этой части, и они достаточно жесткие. Больше того, таких ГОСТов нет, ни в одной стране мира. Вот у нас это принято, потому что мы, мы большая страна, поставили дом, пускай со всех сторон солнца будет. Так, говорит, не бывает, ничего у нас будет, по кругу обойдет. Значит, нигде, нигде нет таких норм, они у нас есть, снесут эту пятиэтажку, там этажность уже другая будет, да, там уже этот дом, а рядом поставят такой же, в 16 или там 9 этажей, по-другому солнце упадет. Проблема, проблема, ГОСТы менять надо, или еще что-то придумывать, да, потому что, оказывается, это проблема, а жители уже говорят, нет, слушайте, мы вот так привыкли, нам так обещали, мы так это жилье-то оцениваем. То есть, проблем возникает огромное количество, которых и не ждали, но они появились. Но, знаете, ноги не замочишь, пока в воду не войдешь. То, что правильно, на мой взгляд, безусловно. То, что ошибки возможны, ну, тоже, бабки не ходи, уж мы-то в России с этим, у нас проблем нет, наделаем. Но пока шишек не набьем, не сделаем. А сама идея, мне кажется, ну, опять же, с чего начал? Ну, упадет ведь этот дом, ну, сколько он простоит? У него срок 50 лет. А они уже прошли. Ну, еще 10, ну, еще 20, ну, а потом все равно придется. Все равно придется. Вот и все. Есть ответ. Спасибо. Ну, и если позвольте, в завершении, то, с чего я начинал, когда упомянул о том, что сейчас идут вот выпускные экзамены, госэкзамены, еще одна, если коротко, тема, да, если можно. Люди выходят из тем, наш университет, других вузов Казани. Сейчас в республике идет дискуссия очень активно, что сделать для того, и кто виноват в том, что часть талантливой молодежи отсюда уезжает. И что я сделал для того, чтобы так не случилось. Некоторые вузы в этом обвиняют, хотя вузы, вот они выпускают талантливую молодежь, да? Что, с вашей точки зрения, нужно сделать для тех талантливых, перспективных, кто сейчас выходит в большую жизнь, ну, и пользуясь случаем, пожелания тем самым, кто выходит в большую жизнь. А они куда уезжают-то? В другие города или в другие страны? Ну, в Москву, например, едут. В Питер сейчас любят ехать. Ну, в другие страны уж, кому повезет. Знаете, тогда расскажешь, вот у меня был лет семь тому назад разговор с нашим великим врачом, с Рошалем, Леонид Михайлович. И он мне говорит, принимайте закон о распределении медиков. Вот по всем не надо, а по медикам давайте будем, вот как в Советском Союзе распределяли, три года закончил мединститут, отправили тебя в находку или в Надым, или в Мензелинск, в больницу. Все, поехал, три года отработал, дальше ты свободен. Вот про медиков надо так сделать. Кто-то устроит, не, 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 подожди, давайте так сделаем и для учителей тоже. Учителя тоже самое, отучился три года, давай тебя, значит, в Апастово, тебя, значит, куда-нибудь. Мне кажется, с этими всеми иллюзиями придется расставаться. Хотя с медиками там уже сегодня всякие инструменты есть, договор, целевое, там, у тебя распределение, значит, и договор, а если, или там, в системе Минобороны тоже эта штука работает, все понятно, да? Отслужил, родине отдал, или денежки верни, если ты на бюджете учился. Но, сам принципиальный момент, это я, кстати, не я придумал, это слова, если я ошибаюсь, Владимира Владимировича Путина, который сказал, вот там ему сказали, вот за границу люди уезжают, вот мы теряем таланты, вот они, слушайте, а весь мир так устроен. Из Америки уезжают другие страны. В Америке давно, значит, в науке доминируют японцы, китайцы, значит, и наши, кстати, там. Ну, не закроем мы страну, и Казань не закроем, не закроем. вот если здесь будут условия для, например, айтишникам круче, вот, например, в нашем Иннополисе, чем где бы это ни было в стране, так не наши побегут отсюда, а к нам станут приезжать. Ну, надо же тогда эти условия создавать. Если у нас журналисты будут работать в тех СМИ и будут востребованы так, что им будет здесь интересно, а не надо будет искать свое место на Би-Би-Си, может быть, пускай ищут и на Би-Би-Си тоже, я не против, наоборот, я считаю, что это хорошо, а может он туда и съедет, то вернется. Но нет другого способа, давайте это поймем. Мы просто должны создавать конкурентные условия для наших студентов, выпускников там, где они учились, где они родились, и где они хотят дальше жить. Нет, убегут, убегут, что бы мы с вами ни делали. Кстати сказать, медицина казанская, она же суперконкурентна на фоне российского рынка, не знаю, как мирового, но на фоне российского точно конкурентна. И поэтому находят применение себе здесь наши выпускники-медики, потому что есть где использовать свои таланты, возможности и так далее. Поэтому я другого ответа дать не могу, только так, ничего мы тут не придумаем, не закроем, только конкурентное предложение. В Москве другая проблема. Человек приезжает в Москву, в Москве там огромное количество вузов сельскохозяйственных. Самый крупный нефтяной вуз в Москве, Губкинский. И могу еще другие примеры приводить. И приехал туда человек, вырос где-нибудь в Сибири, в деревне, приехал в Москву, поступил в институт. И мы что хотим? Мы надеемся, что он закончил отпуск, поедет туда-назад к себе? А он говорит, нет, я хочу в Москве. Так в Москве это уже проблема, это тоже проблема. Москва не может переварить этих выпускников. Вот кто-то вчера сказал, что половина выпускников работает не по специальности. Проблема. Во-первых, может быть, такое количество не нужно этих выпускников, в том смысле, что эта профессия не востребована. А с другой стороны, это как раз пример вот этот. Он в Москве закончил, он по образованию сельхоз агроном, но он хочет остаться в Москве. В Москве агрономы не нужны. Ему надо ехать куда-то, где нужны агрономы. А он хочет остаться в Москве. Такого, что будет агроном работать? Нет. Официантом пойдет. Это проблема. А мы на него деньги затратили. Он закончил бюджетное отделение. Из моего кармана я же налогоплательщик, значит, я его оплатил. Образование его. Я тоже. Мои копеечки там есть в его дипломе. Но он не работает по специальности, он работает кем-то другим. Это вообще большая проблема, связанная в том числе, как мне кажется, с очень точным заказом на выпускника. Почему я, например, не против и считаю, что это благо платное образование? Знаете, когда я понял, что это благо? В 1982 году я в Германии стажировался в Бонне, в Боннском университете. И на факультете политологии учился мужик и был 47 лет. Значит, он учится, ну сразу было видно, он, во-первых, седой, во-вторых, он там все 19-летний, а он 47 лет ему. И я к нему, а потом какое-то мероприятие он говорит, я всех приглашаю к себе в пивную. И мы поехали к нему в пивную. Значит, пивная в центре Бона, он там сосиски нажарил, пиво понаставил, все пиво пьют, значит, сосиски едят. Он, оказывается, собственник этой пивной, владелец этой пивной. Сам же там пиво разливает. Я говорю, что ты делаешь-то в университете? Ты же на политологии учишься. Он говорит, мне интересно, но я хочу получить образование политолога. Я не буду политологом, но мне интересно, я хочу получить диплом политолога. Я его получу, я же плачу за это. И так далее. Но мне это как профессия, мне это не надо. Ради бога. Он же пивом торгует. Понимаете? Но он и не претендует, он же по другому мотиву. А вот за государственные деньги, конечно, надо бы, чтобы это имело некий хотя бы заказ с точки зрения, что это рабочее место существует и этот специалист востребован. Абстрактно отвечаю, понимаю, но ничего другого придумать не могу. Спасибо большое. Я думаю, подборные аплодисменты, слова благодарности и надежды на скорую и следующую встречу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok